На набережной Франциска Скорины в Бресте администрации Ленинского района города было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню Народного Единства. Программа была насыщенная, яркая и праздничная. Сначала активисты общественных организаций, таких как Белая Русь, БРСМ, Первичная Организация Совета Ветеранов, Совет Лидеров Работающей Молодежи и многие другие, объединились в едином флешмобе. Все вместе они выстроились в фразу «Мы едины». А также участники акции исполнили государственный гимн Республики Беларусь. Мы едины! Сегодня мы принимаем участие в этой акции, потому что мы действительно едины. Здесь присутствуют люди разных поколений, взрослые. И, конечно же, наша молодежь. У нас есть прошлое, у нас есть настоящее, и уверена, что с нашей молодежью у нас есть будущее. Мы едины! Еще одним этапом праздничного мероприятия стала эстафета песен. Каждое общественное объединение получило задание выступить с песней о Беларуси на белорусском языке. Каждая из представленных организаций подошла к нему с энтузиазмом. Белорусский язык, как сама песня, мелодичный и проникновенный. Все люди, исполнившие свои песни, прониклись ими. Главное не то, как и насколько точно попал в такт или ноту, а общее настроение исполнителей. Задача не столько показать профессиональное исполнение, сколько показать красоту белорусского языка, который звучит в песне, красоту нашей страны, которую отображают поэты, песенники в своих произведениях. И нам хотелось бы, чтобы все, кто сегодня находится на набережной, активно вовлекались в нашу акцию и поддерживали исполнение песен о нашей родной стране. Пусть сегодня звучат два государственных языка Республики Беларусь. Это русский язык и наша родная белорусская мова, дякуючи тому, что в 1939 году на Витабрест вошел в склад Белорусской Советской Социалистичной Республики. У нас сегодня есть махчимость размолять, спевать песни, читать верши на нашей родной белорусской мове. Очень много значит, когда мы едины, когда мы вместе, тогда и проблемы забываются, решаются легко. А я думаю, что Беларусь это такой уютный, такой добрый, такой гостеприимный край, когда невозможно быть нетолерантным. И, конечно же, это не пустые слова, мы едины, потому что наши родители прошли такой путь. Мама моя ушла с 17 лет на фронт, в кавалерии, прошла в отряде особого риска. И как можно не поддерживать, как можно не уважать, как можно не чтить память тех, кто завоевал для нас, даже возможность вот эту, которая здесь мы находимся на площади.